Друзья, всем привет! С вами Никита Дилы и сегодня у нас на канале 19-я ферма. Самое большое количество вопросов вообще, которое было, это когда 19-я, давай в 19-ю и тому подобное. И вот она, собственно, 19-я ферма есть. Почему же я все-таки решил это сделать? Потому что наконец-таки появился гребаный фабрик-скрипт. И нашел я на просторах интернета на одном буржуйском сайте карту, которая переделана из Рейвенпорта, на которой имеется куча производств. Увы, здесь все на немецком языке. У меня с немецким языком большие проблемы. Я нихрена его не знаю. Ну, практически. Я не знаю, если игру на английском запустить, будет ли здесь все на английском, дополнительно эти производства и культуры. Мне сейчас немножко впадло было копаться в настройках, потому что через игру я не могу английский язык поставить. Но все равно сегодня мы с вами посмотрим, что все-таки здесь сделали. Начал я, друзья, играть на самом низком уровне сложности, поскольку есть здесь некоторые постройки, которые я не нашел, как построить. То есть, если начать игру, грубо говоря, без построек, без стартового капитала, только деньги, чтобы были без полей, без участков и так далее. Я, в общем-то, не нашел, как построить вот эти вот здания. Их в магазине нигде не было. Хотя, может быть, я плохо искал, но я, в общем-то, не нашел. Поэтому начинаем мы со стартовой техникой. Также в нашем распоряжении шестое и пятое поле, которое в оригинальной карте было шестым и седьмым, если мне память не изменяет. Это было большое восьмое поле. Здесь раньше, вот там, где наша база находилась, двенадцатое поле и тринадцатое. Там, где находится курятник и прочие вот эти вот штуки. Проблема в том, что я совсем не владею немецким. То есть, я могу понять, что вот Цукерфабрик – это сахарный завод. Или Тигаретен – это сигаретки. Тут, кстати, есть дополнительные культуры – картофель, лук, табак и еще какая-то хрень, которую я даже не знаю, как переводится. Вот Беккери – это, скорее всего, какая-нибудь пекарня. Кетчуп – тоже понятно, в принципе. Крауд, салат – тоже, не знаю, салат – это силосная какая-нибудь хрень, не знаю. Раз на биогазе находится. Кстати, биогаз у нас во владении. Биогаз у нас не во владении, поэтому ладно. Вассер – это вода. Здесь мы будем ее добывать, скорее всего. Мюлле – это мельница, если мне память не изменяет. Пелец вверх, скорее всего, лесопилка. В общем-то, давайте пробежимся пока что по этим предприятиям, посмотрим, как они выглядят хотя бы. Начнем с мельницы, если это на самом деле мельница. Вот здесь, я так понимаю, зона выгрузки появились в такие вот штуки. Да, гитрейды – это, если мне память не изменяет, типа злаки зерновые. А мель – это мука. Соответственно, по логике вещей, эту самую муку мы должны отвезти на пекарню. И там будут какие-нибудь булочки или хлеб. Давайте, в принципе, туда сейчас метнемся и посмотрим, что же тут на самом деле. Да. Итак, мука, вода и Sonnenblumen – это, насколько я понимаю, подсолнечник. И Brot – это хлеб. Нет, с немецким языком очень некомфортно. Здесь, кстати, тепличка какая-то находится. И сюда водичка. И, я так понимаю, не знаю, навоз, компост, что-то такое. И получаются томаты. Хлеб, теоретически, должен быть в поддонах. В принципе, давайте посмотрим, что тут да как. У нас в элеваторе есть некоторое хранилище всякой всячины. Поэтому можно взять и отвезти, хотя бы посмотреть что-нибудь. Сделаем, например, муку сыпучью и хлеб не сыпучий. И посмотрим, как это что будет работать. Есть на этой карте также набор стартовой техники. Преимущественно джундиры. Удобрялка вот есть более-менее нормальная, большая. Сеялка такая более-менее. Комбайн средненький, прицепчик фуражный и обычный. Тоже такие, не самые маленькие. Ну и трактора. В общем-то, все средненькое. Здесь куча каких-то элеваторов. Они тоже занимаются производствами. Я так понимаю, что-то связанное с кормами. Простите, пожалуйста, я с немецким языком, у меня большие проблемы. Я постараюсь эту карту перевести потом. Сюда траву и хэу этой хой. Я не знаю, что это такое. Сено, наверное. Какая-нибудь сушилка для травы. Допустим. Вот здесь вот точно корм для коров, потому что это самое сено, силос и строг. Я не знаю, блин, немецкий язык это ужасная вообще вещь. Вот здесь, соответственно, корм для свинюшек делается. Вот эти постройки, их нету, если начать на максимальной сложности или на средней. И здесь в статичных объектах я их тоже не нашел. В загоне для скота этого всего нету. Впрочем, этого всего нету. В элеваторах тоже нету, в украшениях, в общем-то, я не нашел. В магазине этого нигде, но давайте посмотрим производство. Хотя бы что-нибудь попытаемся произвести. Для этого возьмем, вот, я не знаю, трактор и прицеп. Да, надо только убрать автозапуск двигателя, потому что меня это бесит. Настройки трогать не буду. Это сегодня у нас не карьера, просто смотрим карту. Соответственно, по нём давайте прицепчик. А, и противовес. Куда ж без него? Подъездим здесь немножко заправимся. Что у нас там есть? Вот пшеница есть. Давайте пшеницу отвезём и переделаем её в муку. Посмотрим, как быстро это всё будет у нас переделываться. Где у нас там мельница находится, как до неё удобнее всего добраться. В принципе, всё понятно. В общем-то, поехали. Мельница, я так понимаю, у нас впереди находится. Давайте сюда это всё дело выгрузим. Возможно, сейчас промотаем время, чтобы посмотреть, насколько... Да, даёт выгрузку. Глушим двигатель и смотрим, будет ли это всё дело у нас переделываться. Оно переделывается моментально. Всё. Я даже время не мотал. Но, как по мне, это не очень прикольно, если честно. Ну ладно, пока так. В принципе, если буду карту переводить, может быть, в ней покопаюсь. Если найду эти скрипты, сделаю, чтобы больше времени на всё это уходило. Но, раз у нас, в принципе, всё есть, давайте тогда заберём муку и отвезём её на пекарню. Почему бы нет, раз уж у нас тут всё сразу так вот производится. В паке с картой, кстати, нету никакой модовой техники, чтобы возить поддоны. Я не знаю, чем это делать. Хотя, может быть, обычными прицепами, которыми тюки возим, и будут они поддоны брать. А здесь отсюда можно загрузить пшеницу, ячмень, кукуруза и... Может быть, то, что мы загрузили на переработку, но оно ещё не переработалось, можно загрузить и выгрузить обратно. Меня терзают сомнения, что это именно так работает. И это, на самом деле, интересно. Это хорошая идея. Соответственно, мука у нас беленькая, просто сыпучая хреновина такая. Хоть какую-нибудь текстуру ей сделали. Обычный белый порошок. В принципе, пойдёт. Ладно, поехали, тогда отвезём эту муку. Высыпаем сюда, соответственно, муку. И здесь она у нас появилась на табличке. Нужна ещё вода и соненблумен. Да, соненблумен это подсолнечник, поэтому сюда нужно ещё семена подсолнечника. Видимо, хлеб у нас с семечками будет. Ну, в принципе, ничего страшного. Поехали тогда отвезём сюда подсолнечник по-быстрому, который у нас есть. И выгружаем сюда подсолнечник. Да, я угадал. Хлеб у нас будет с семечками. Осталось привезти воду. И для воды, я так понимаю, нужна бочка. Бочка, насколько я понимаю, такая вполне подойдёт. По крайней мере, должна. Давайте её возьмём в аренду. Она у нас стоит около магазина. Прицеп можно, в принципе, этот здесь оставить. В сторону его отгоним куда-нибудь. Кстати, вот надо ещё будет найти место, куда эту самую воду выгружать. Воду мы можем набрать на базе, поэтому вот здесь вот. Я, кстати, не смотрел, что там конкретно стоит. А, тут обычная водонапорная башня. Такую, которую можно самим купить и поставить. И кёрхер. Хе-хе. Всё на базе, в общем-то, есть. Погнали тогда за водой. И отвезём её на хлебозавод наш. Ну что, друзья, осталось только лишь найти, куда выкинуть воду. Куда её вылить. Никаких триггеров здесь отдельных я не вижу вокруг здания. Вот здесь, кстати, триггер загрузки. А, ну это, видимо, для того, чтобы излишки муки или подсолнечника можно было забрать. Я, кстати, ещё и не вижу, где будет у нас хлеб появляться. Может, вода тоже сюда выгружается? Давайте попробуем. Смотрите-ка, даёт разгрузить воду. Вот это прикол. Ну и что мы имеем? Сразу же хлеб начал производиться. И моментально эти все производства работают. Это, честно говоря, но лично для меня небольшой косячок. Мука, получается, на 100% превратилась в хлеб. Где он, кстати? Раз он появился здесь. Может, хлеб тоже здесь, я не знаю. Высыпается, как мука. Да, мы можем забрать оттуда излишки подсолнечника. И можем забрать оттуда хлеб. Вот он. И он насыпается серьёзно. Вот эта текстура. Охренеть просто. Друзья, помогите мне это развидеть. Это ужасно. Вот такого-то я точно не ожидал. Блин. Ну ладно, всё, я ныть не буду, потому что это лучше, чем ничего. У нас раньше и такого не было. Но, в общем-то, видимо, пока что здесь всё исключительно в сыпучем виде. Давайте глянем тогда, куда этот хлеб можно продать. Да куда угодно его можно продать. Вон поблизости есть ресторан. За 1100 у нас его заберут. Поехали, продадим. В общем-то... Сыпучий хлеб, боже мой. Я... Я теперь спать из-за этого не буду. И извините те, кому я психику этим подорвал. Ну ладно. В общем-то, вот такая вот, друзья, есть модовая карта. И поэтому, друзья, как обычно, набираем дохрена лайков. По моему мнению, дохрена. Вот сколько я посчитаю, что вот это дохрена. И мы замутим небольшое прохождение по этой карте. Я её переведу на русский язык. Если она не будет работать на английском языке. Потому что на английском мне ещё комфортно будет играть. Мне, в принципе, не впадло будет поковыряться. И мы, в общем-то, друзья, замутим небольшую карьерку. Почему бы и нет? Всё-таки что-то новое здесь таки... Наконец-то! Ура! Аллилуйя! Появилось! Ну и раз, друзья, появился нормальный фабрик скрипт. Который, как мы видим, работает. Да, в нём есть недостатки. Да, сыпучий хлеб. Боже мой, это я... Это ужасно. Да, воду неплохо было бы выгружать в специальные какие-то триггера. Да, хотелось бы, чтобы это производилось всё как-то немножко помедленнее. А не прямо на глазах у нас. Умные люди, мододелы всё это обязательно поисправляют. И всё будет как в 17-й ферме. Всё будет прям замечательно. Но для старта можно пока что поиграть, в принципе, и здесь. Поэтому, друзья, не скупимся на лайки. Рассказывайте о канале друзьям. Пишите комментарии. Всё, что вы думаете по поводу этой карты. Фабрик скрипта и вообще 19-й фермы в целом. Вступайте в группу ВКонтакте. Вступайте в наш канал Дисккорда. Подписывайтесь на лайв-канал, на котором идут стримы. Присоединяйтесь к нам на стримах. Потому что по большей части мы там играем все вместе. Кто хочет, всех принимаем. И на этом всё. С вами был Никита Дилей. Всем спасибо. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова